Всем привет-привет! Это подкаст от образовательного проекта «Правое полушарие интроверта». И мы «Интроверт на кухне». Мы обсуждаем важные и серьёзные темы, которые нас интересуют, так как мы бы говорили об этом с друзьями на кухне. Каждый из нас эксперт своей области, но при этом это неформальный формат, в котором мы позволяем себе расслабиться и говорить с вами, дорогие наши слушатели, которых мы очень любим, так, как будто бы мы говорим с друзьями на кухне под чаёчек. Сегодня с вами Елизавета, исследовательница культуры и кинокритик Алан. Привет-привет, Лиза! Привет, Алан. Сегодня с вами Алан Майронсейш. Ну, Алан, просто Алан. И Миша, наш историк. Да, просто Миша. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы собрались здесь. Алан, кстати, давно мы с тобой не виделись на подкастах. Да, это в прошлом году было. В прошлого года. Мир содрогнётся сейчас снова от наших шуток с тобой. Я очень сильно пыталась поддерживать дух в тех подкастах, где тебя не было, с нашими шутками. Я буквально вот зашёл в комментарии от прошлого подкаста, и мне очень понравился один комментарий. «Зачем ведущий придурковато посмеивается?» Ладно. Зачем ты придурковато посмеиваешься? Это моя здесь роль. Это здесь для того, чтобы придурковато посмеиваться. А я начала думать о том, какой образ у меня возникает в наших социальных сетях. Ну, вообще, в принципе, и на подкастах, и не только. Потому что мне вчера написала девушка, вылечку в Инстаграме, она написала на мой сторис про «Финюгруз-200». И она написала, типа, что-то мне там... Типа, я тоже её присматривала, я ей ответила. Она пишет, ой, я не думала, что вы ответите. Я думаю, господи, люди думают, что я такая злая, что я не отвечаю людям в социальных сетях. Звезда. Ну да, я живу такой пресыщенной блогерской жизнью в своём истории со страмвая, где я жалуюсь на то, что всё обледенело, и трамвая долго ждать. Ладно, давайте перейдём к сегодняшней теме. Я думаю, всяк, когда говоришь о нашей сегодняшней теме, это странно, потому что люди же обычно видят название выпуска. Сегодня мы говорим... Возвращаемся к нашей любимой теме сериалов. Миша, с твоим дебютом на сериальном подкасте. И мы сегодня будем говорить об исторических фильмах, сериалах. Ну, в основном, кстати, в сериалах, потому что сейчас такой более популярный формат. И о том, должны ли они быть правдивыми. И почему они неправдивы, что с этим делать, как жить. Почему это вызывает всегда так много аудитории. У нас вопросов, что выходит исторический сериал. Ну, всегда начинается вот эта битва. Люди постоянно скрещивают ключи. Не канон. Не канон, да. Знаешь, не канон, это немного ещё про фанфики. Ну, ладно. Кстати, нужен подкаст про фанфики. Если хотите, напишите в комментах. Про фантики. Фантики. Привет, дедуль. Сейчас будешь опять демотивацию пересказывать. Миша, знаешь, такое фанфики? Конечно. Вот, я думаю... Пишите, кого вы хотите на этом подкасте видеть и слышать. Потому что я-то, как амбассадор фанфикшена в нашей компании, расскажу об этом. Вот. Алану расскажу, что в фанфиках происходит. Ну, знаете, я так ворвусь и сразу скажу, что фильмы и сериалы нет. Они не обязаны быть достоверными на 100%. Потому что это фанфики. Да, даже если они позиционируют себя историческими, потому что это просто художественное произведение. Думаю, можем на этом заканчивать, закругляться. Спасибо, Миша. Это самый быстрый подкаст в нашей истории, в котором 90% было обсуждение чего-то левого. Во-первых, давайте начнем с вопроса. Вы вообще любите исторические фильмы и сериалы? Да, я очень люблю. Ну, то есть я как раз-таки за то, чтобы добавлялась туда какая-то тема, где это не совсем историческое. Потому что так, на мой взгляд, становится гораздо интереснее сама история. И вот эти вот «Ахиллес», допустим, или другие фильмы, где это не совсем вообще историческое, а по... Или, да, да, я уже сказал. Про Трою, Габер. Ахиллес, в смысле, Троя с этим? Троя с Брэдом Питтом? О, мой гаш. Да, да. Подожди, так, подожди. То есть ты когда написал мне, что будешь говорить про «Ахиллес», ты имел в виду фильм «Троя» 2004. Я просто только пытался поискать. А я ещё думала, типа, нифига себе, Алан какое-то редкое кино посмотрел, которое никто из нас не слышал. Вот я узнаю что-то новое. Это был фильм «Троя». Да, это «Троя». Я на него в кино ходила, кстати. Шикарнейший. Я не пересматривала, ничего сказать не могу, но тогда мне понравилось. Там есть один прикольный момент, где камера снизу на Брэда Пита и на фоне высоко-высоко летит самолёт. Лучший. Хорошо. Ты любишь за что? Скажи вот две причины, за что ты любишь исторические фильмы и сериалы. Ну, во-первых, за то, что так или иначе всё равно интересно знать, откуда мы, что мы, как мы, что было там давным-давно. И не всегда интересно это вычитывать по скучным учебникам. Ты просто ленишься читать? Да. Сейчас я так зашеймила, как будто я эти исторические фильмы не смотрю. А так хотя бы, на мой взгляд, эти фильмы, если ты посмотрел что-то и тебе стало интересно, ты можешь как раз-таки на эту тему начать уже углубленное изучение, то есть читать что-то. То есть, на мой взгляд, фильмы и сериалы на историческую тему, они, наоборот, призывают тебя к тому, что история этой всё-таки интересна. Для тех, кто особо историю не изучал. Вот, допустим, у меня в школе либо постоянно менялись учителя по истории, либо их вообще не было, либо это был такой сам себе на уме, что-то там себе под нос разговаривает, а ученикам только это и нужно. Ой, не обращай внимания, пофигу, можно не учиться. Вот так было. Поэтому я историю не особо хорошо знаю. И фильмы для меня это как такие, как врата в мир исторической интересной информации. Хорошо. А Миша, ты любишь? Ну, я не знаю, вообще как историки относятся к историческим фильмам и сериалам? Я на самом деле не знаю про других, наверное, все по-разному. Мне, я на самом деле не так много их вообще в целом смотрел, исторических фильмов и сериалов. И не то, что мне это... Потому что Миша читает те самые книги. Да, ну, потому что я просто постоянно погружен уже во всю эту историческую штуку. И мне почему-то не всегда интересно посмотреть это на экране. Я не знаю почему. То есть потому что мне в кино или в сериалах интереснее какие-то просто именно личные истории, что-то эмоциональное, что-то такое. Подождите, Миша, извините, что я перебиваю. Это для всех комментаторов, которые пишут. Я всех перебиваю. Но давайте немножко заценим то, что Миша называет исторической штукой. Дима, а кто ты по образованию? Ну, я занимаюсь историческими штуками. А чего душнить, занудничать? Хорошо, извините. И большинство исторических фильмов, когда они пытаются быть именно историческими, они, наоборот, концентрируются как бы на эпохе, на масштабных событиях, на чём-то вот таком очень... Ну, на самом деле, каком-то оторванном от людей, просто чтобы показать, что вот у нас там миллион рыцарей идёт по полю, и вот потом они все на конях там друг с другом борются. И мне это просто... Ну, я не знаю, мне вот это не всегда интересно. Мне больше в фильмах нравятся какие-то личные истории, вот что-то трогательное, такое драматичное. Ну, есть же и великие. Ну, вот, например, какие-нибудь биопики или что-нибудь в таком духе, которые вот как раз об этом каких-то людях, о том, что они думали, чувствовали. Мне вот такие вещи интересны. А именно просто сами какие-то очень масштабные исторические полотна, это для меня не всегда привлекает. Миша, прости, конечно, но ты что, забыл о великом шедевре, который соединяет в себе личную историю и историю мировую? Это великолепный век. Куда более личная человеческая история. На самом деле, да. Это справедливо. Ни в коем случае никак не презираем лико, если смотрит великолепный век у нас. Там же Миша, там же Гарем, то что там. Там такие драмы. Мне не страшен огонь, потому что я сама огонь. А честно, я великолепный век только по тиктоку знаю. Как-то у меня уже телека дома не было, когда он выходил, так что тут ничего не могу сказать. Ну да, не проспрашивать, что там как. Я смотрела бедную Настю, так что я думаю, не имею права осуждать людей, которые смотрят великолепный век. Я обожала её в детстве. Да, вообще, в принципе, кто что хочет, тот смотрит. Так что даже какие-то вообще неправдивые сериалы, фильмы и тому подобное, это же прикольно. Мне нравится, как режиссёры или сценаристы, они смотрят на какой-то исторический факт по-другому и задают себе вопрос, а что было бы, если так? И вот, мне кажется, в такой момент рождается что-то интересное. Но опять-таки, если без претензий на то, что это исторический факт. Я очень люблю исторические фильмы и сериалы. Мне кажется, это даже отчасти мой guilty pleasure какой-нибудь такой максимально плохой исторический фильм или сериал. Я прям как-то вот душой к этому прикипаю. Возможно, всё началось с бедной Насти, кто знает, в моём детстве. А я до сих пор помню эту песню, которую я всё-таки люблю тебя, душа моя. Как говорите, пишите, если вы тоже эту песню сразу вспомнили. Я прям постоянно смотрю и насматриваю эти исторические сериалы. И причём, чем кринжовее они, чем они страннее, чем там всё хуже и хуже, тем как-то больше моё сердечко радуется. Я до сих пор помню, как я смотрела сериал Merlin BBC. Он, конечно, фэнтези. Но, тем не менее, Артур околоисторический у нас персонаж. Как снялся, выходит как раз ролик на Ютубе, кто такой король Артур вообще существовал на самом деле. Спойлер, да. Но и нет, на самом деле там сложная история. И вот я до сих пор помню, опять, что фэнтези, все дела. И вот я сижу, смотрю и вижу, как, типа, Merlin сидит в... Это же X век, да, у нас, получается? Или V? Нет, V. V, VI намного раньше. V, VI. И вот сидит Merlin в темнице, и у него там соломка какая-то. И пока он двигается, соломка-то двигается, а там кафельная палитка внизу. А потом они еще едят помидоры в VI-V веке в Европе. Ну, в Британии. И я настолько любила этот сериал, что так было, Франция даже загоняла к замку, в котором это все снимали. Это во Франции, да. У меня какая-то нежная к нему любовь, но, возможно, спонсирована тем, что я Зену Королеву Войну смотрела в детстве. Тоже шикарно. Люблю плохое фэнтези. Все мы смотрели Зену. Люблю плохое фэнтези и плохие исторические фильмы. И вот я очень их люблю. И я как-то думала, зачем я это смотрю? Наверное, все потому, что я в детстве очень любила читать энциклопедии. У меня была там энциклопедия Древний Египет, Рыцари, Викинги. Я познаю миру. Да, я познаю миру, другие. И мне очень всегда нравилась история. Я прям восторгивала. Я ходила на исторический кружок в школе и так далее. И вот это воплощение того, что ты читаешь, поскольку это историческая штука, это не постоянная для меня история, мне очень приятно потом покопаться, посравнивать, что там на самом деле было. То есть для меня это какое-то продолжение. Вот того, что я иногда читаю всякие монографии, для меня это такое продолжение, какой-то такой задротской темы из моей жизни. Поэтому я очень люблю. Даже если это откровенно очень плохо снято по кинематографическим моментам, не говоря уже об исторических. А ты смотрела «Чёрный рыцарь» фильм? Там, где Мартин Лоуренс попадает из нашего времени. Кстати, возможно, нас воспитала ещё история вот этих всех голливудских фильмов 90-х, типа «Первый рыцарь». Помните, там, где ещё Бупи Голберг попадает в прошлое? Вот все эти вещи, мне кажется, пропаданцев, они очень сильно... Очень сильно как-то воспитали из нас тех, кто мы есть. Хорошо. Но вот мы здесь смотрим все исторические фильмы, и это очень популярная тема. Мне кажется, многие ещё любят исторические фильмы, потому что они часто очень визуально богатые, красивые, там, костюмы, все дела. Если это не Мерлин Би-Би-Би-Си. Вот это мощь мужики, которые... Мужики, мужчины в форме! Я, честно, посмотрела ужасный фильм с Китом Харрингтоном. Это Джон Сноу. Очень люблю его из «Игры престолов», «Помпеи». Кстати, я не посмотрела. Ну, как сказать, я позаплатила деньги за билет, и лучшее, что было на экране, это Кит Харринг в короткой юбке. Это не юбка, конечно, но он там такой красавчик, ему очень идёт этот наряд гладиатора. Но в целом это вот всё, за что он заплатили, и что стоило от фильма ожидать. Я ничего не ожидала, и получила всё, что хотела. Вот. Но в целом, я вот даже такое кино смотрю, настолько сильна моя любовь к всякой вот этой исторической штуке, как говорит Миша. Предлагаю по чайку. Итак, скажите, вот есть проблема, но вот вы верите историческим фильмам? Ну, когда смотрите, может быть, не сейчас, когда мы такие все осознанные, но был ли в вашей жизни момент, когда посмотрели историческое кино и поверили в него? Да, я думаю, что я всё детство верил во всё. А что? Я даже про Эхилеса думал, что это. Ну, там же в этом фильме не было такого, что он всемогущий, что он может там одной рукой поломать всё царство. Там просто история про сильного мужика. Ну, кстати, с этим фильмом как бы достаточно интересно, потому что он основан частично на Илиаде, которая вся наполнена вот этим мифологическим древнегреческим сознанием. То есть там напрямую в сюжете участвуют боги, они появляются, там всё в каких-то суперсилах, всё в каких-то таких вот этих невероятных событиях, и это всё переплетается с реальной историей, и поэтому Илиада, ну, сам по себе достаточно интересно. А вот фильм его действительно сделали очень каким-то приземлённым, каким-то, по сравнению с этим, как будто реалистичным. И поэтому мне кажется, что ты смотришь какой-то древний эпос, где там герои с богами дерутся, и всё это происходит. Это достаточно интересное решение, мне кажется, для режиссёрской и в целом. У меня была знакомая, которая сказала великую мысль про этот фильм. Она сказала, что в целом этот фильм точно нереалистичный, абсолютно точно, потому что Диана Крюгер, которая играет Елену, в конце вернулась, простите, пожалуйста, к Минилаю, которую играет Брэндон Глисон, от Орландо Блума в лучшие свои годы, которая играет Пэйлиса. И что это абсолютно нереалистичный сюжет, и такому фильму верить нельзя. Я, правда, не помню, если честно, вернулась ли она, правда, в конце к нему или нет, но она так утверждала. Может, я его один раз в кино смотрела. Тоже давненько, даже несколько раз пересматривал, но давненько. Кстати, с Орландо Блум очень классный фильм, есть царство небесное. И это всё большая историческая история с Ридли Скоттом. Я думаю, когда про последний дуэль будем говорить, ну, потому что у нас тут ещё недавно как раз на тему историчности фильмов Ридли Скотта была история крупная. Я думаю, когда дойдём до последней дуэли, поговорим. То есть ты верил, что это всё было на самом деле? Ну, я не то чтобы сидел такой, да, это было действительно, но ты в процессе просмотра фильмов, ты такой, блин, нифига себе, как было круто. И вот есть мысль вот эта, когда ты смотришь, когда всё стерильно, ты же не осознаёшь, ну, не отдаёшь себе отчёт в том, что там помои везде были, что никакой канализации нормальной не было сделано, что всё было грязно, болезни и тому подобное. Про какой период говоришь? Да, в принципе. Это просто по-разному было. Например, римские акведуки вполне себе были куда получше, чем потом в Средневековье Европа жила. На самом деле, Средние века тоже были достаточно чистым временем. Ну, я имею в виду ранее Средневековье. Вот это до создания королевства и вот на самое начало королингов. Там, типа, было так себе на самом деле, насколько я знаю. Но они же там мылись редко. Привилегия помыться, что только у высшего. Где ты будешь помыть? На речке помоешься. Господи, я помню. Время разрушения исторических мифов. О, давай. Нужно нам отдельный звук разбивающего стекла. В Средневековой Европе. Ну, вот есть миф о том, что именно в Средневековье это очень грязное время, когда там люди два раза в жизни помылись, вообще не любили мыться. Вообще всё в этом духе. Ну, а так что за 15 лет средней продолжительной жизни можно и два раза? Ну, на самом деле, то есть, во-первых, в городах было огромное количество общественных бань, в которые входили люди очень часто. Во-первых, ну, многие вообще деревни там и населённые пункты стояли на реках. И как бы люди, ну, да, окей, может, у них было намного меньше способов помыться и как-то там постирать вещи или что-то в таком духе, но они всё-таки не были свиньями. Они тоже, как и мы, любили чистоту. Поэтому, на самом деле, в средневековье с гигиеной было в целом всё более-менее в порядке. Вот потом ситуация начнёт ухушаться по разным всяким причинам. Ну, там их очень много. Как раз примерно вот к веку 18-му всё как раз будет более-менее похоже на те истории, когда там поражняют помой из окон. Ну, конечно, опять же, нет такой степени. Но вот, на самом деле, в средние века это достаточно чисто и интересное такое время. Меня очень сильно поразила история про как раз 18-й век, про то, что я читала какую-то книжку про быт, костюм, про то, как одежда, почему так или иначе выглядела одежда. Она была как раз связана много с гигиеной. Ну, во-первых, то есть позволить себе таз чистой воды в день на помывку мог позволить себе король французский. И ты такой, о-о-о, таз. Ну, в смысле, друзья, мы все в России жили, вы тоже мылись тазики хоть раз в жизни. Да, да, да. И вы представляете, какое... Это не какая-то история про воу, таз воды, сколько это на самом деле. Нет, мы все прекрасно представляем, сколько представляется в таз воды. Это мало. Я помню, когда смотрела «Колодные игры», я подумала о том, что нам показывают ужасную жизнь в этом 11-м дистрикте, то, что она моется в тазу, и я такая, каждое лето, россиянин. В деревню, бабушки. Да не в деревню, типа, когда воду отключают, ты же в таз наливаешь из чайника воду. Да, и ты такой, о-о-о, как там тяжело-то у них-то. Ну вот, и то, что мода связанная с напудренными переками, чтобы сэкономить деньги на пудре, потому что ходило очень много на парик пудры, использовали муку, в ней заводилась всякая живность, и была такая чудесная история. Мужчины носили подвески, которые похожи на нынешние, то, что мы понимаем, подвески-секретики, где фотографии ставятся, и там носили бложку с телолюбимой, потому что в этих париках жили всякие бложки и всё остальное. Вот настоящая романтика, Алан. Ну, вообще-то, сурово было, то есть, например, косметика, она там была с каким-то свинцом, с мышьяком, то есть, например, когда Наполеон уже умер, когда погиб, и на его теле нашли остатки как раз мышьяка, и появилось очень много таких конспирологических версий, как будто его отравили, но на самом деле у него просто был порошок для волос с мышьяком, которым там почти все пользовались, то есть, там очень много людей того времени, они просто пропитаны какими-то вот этими отравляющими суровыми веществами. О, зато вот сейчас мы, конечно, знаете, когда они говорят, а раньше-то люди жили в экологически чистом. Не, ну, есть же эта история про белила. Вспомните портрет Елизаветы I, великой девственницы британской королевы. Вспомните ее портрет, она же там вся набеленная, и это были, ну, свинцовые белила, и это была прям реально история про то, что сначала ты ими мажешься, чтобы попадать в тренд, потом у тебя, естественно, кожа умирает, ты мажешься, потому что без этих белил это просто, ну, типа блондеморт в лучшем случае. Нос отваливается. Ну, да, да, то есть проблема. Кстати, если возвращаться к историческим фильмам, мне кажется, на самом деле, наверное, для большого количества людей, в принципе, ну, то, что они вот сейчас видят на экране, это, может быть, они понимают, что это, ну, понятное дело, все было не совсем так, как показано, но так как, в принципе, не так много источников, откуда мы на самом деле можем узнать о жизни, там, людей, например, в то время, потому что, ну, например, для многих история, она часто ограничивается тем, что они изучали в школе, а в школе мы изучаем только, там, политику от короля до короля и все такое. А очень многое социальное, бытовое, оно просто стоит за кадром, и люди в целом, они тоже, ну, имеют мало представления о том, как жили люди в то время, что происходило, а вот когда тебе на экране показывают, ну, им может сложиться представить, что, допустим, ну, там, люди постарались, они постарались как-то сами все изучить, все узнать, и поэтому они, скорее всего, будут так или иначе, ну, благодомеренно показывать какую-то, хоть какую-то часть исторической консервированности, мне кажется, на самом деле, у многих людей, вот то, что происходит в фильмах, они это могут принимать за реальность, и я, ну, вообще никакой проблемы в этом не вижу, ну, конечно, понятное дело, что не у всех есть время всегда изучить кучу исторических монографий, там, про частную жизнь в средние века, поэтому... Между эпохом Википедию человек зайдет. Вот я, например, кстати, когда, ну, допустим, я там смотрю какой-то фильм по эпохе, который мне, там, не так хорошо известно, про который не знаю деталей, или, там, про какие-то исторические личности, которых я не до конца изучил, не знаю, в чём точно история, да, вот я, допустим, я посмотрел фильм, заинтересовался, как прикольно показали, и лезу на Википедию хотя бы, или в книжке посмотреть, как всё происходило на самом деле, у меня вот возникает именно вот эта вот, ну, такая искра посмотреть, узнать, вот, где там правда, где неправда, что приврали, что приукрасили. А у меня вопрос, как историки изучают частную жизнь, вот как раз бытовую, потому что, по-моему, там, ну, не такому, у тебя знакомство с историей, исторические документы, они же ничего практически не описывают. У нас, насколько я знаю, история по всяким, там, мемуарам, дневникам, и, ну, допустим, литературным произведениям, где тоже не всегда, особенно уж до 19 века, это всё реалистично, часто какие-то метафорические вещи зашифровывались даже в каких-то бытовых действиях, и, в принципе, считалось бытовухе писать, ну, неправильно. Откуда вот люди, историки выстраивают какую-то частную жизнь, потому что вот я читала книжки, там, «История частной жизни», НЛО, которая выпускает, если не ошибаюсь, и вот у меня всегда вопрос, как историки поняли, ну, понимают, потому что я очень часто, когда там изучаешь историю костюма, чего-то ещё там предположительно носилось так, или, ну, вот, историки там, типа, специально обученные люди сделали эти выкройки и поняли, что, скорее всего, это было так. Ну, это, да, информация, которая действительно просто собирается по крупицам откуда можно, потому что понятное дело, что у нас нет там какого-то там огромного дневника, где всё описано, день человека, вот от самого пробуждения и до сна, это всё собирается из очень разных источников. Ну, во-первых, опять же, археологические находки очень сильно помогают, особенно там, допустим, про эпохи, от которых у нас осталось очень много памятников, там, про Рим, про Грецию, это всё изучается. Атлантида есть? Она тоже, да. И мурия. Часто, на самом деле, люди, например, могут недооценивать значимость целых исторических документов, потому что, ну, допустим, когда ты думаешь о Стеренде, думаешь там, ну, какой-то полицейский акт, что-то может быть описано, но на самом деле, даже из какой-то бумажки, в которой, как тебе может показаться, совсем нет никакой информации, даже из неё можно добыть и знания и о том, что там и происходило, и о том, как человек жил, о том, что он делал, о том, где он там пообедал, чем он пообедал, то есть, на самом деле, информацию об этом можно найти в совершенно неожиданных местах, но это действительно, это очень-очень сложная работа, потому что действительно нужно собирать просто по таким, складывать мозаику по кусочкам, и это, ну, как мне кажется, это сейчас намного сложнее, чем вот исследовать какой-нибудь политический тоже нарратив, потому что вот каких-то прямых сочек в этом участие нет, то есть, да, ну, вот, да, привычка там описывать именно бытовую жизнь, она появится намного позже, и как раз с этого времени, ну, там, вот, с века, с 18-го, мы будем уже гораздо лучше знать, что происходило, чем в средневековье, но и по тем временам есть большое количество документов и большое количество каких-то текстов, которые так или иначе нам помогут это изучить. Мне кажется, тут еще имеет место быть, что не так интересно простому обывателю, что там, какой был быт, вот, то, что там свергались эпохи, свергались короли, это гораздо же звучит интереснее. Да, ну, просто на самом деле люди это говорят, это неинтересно, но мне интересно, Оля, сколько раз там зажигали в день лампадку, сколько масла было нужно, но когда вы снимаете кино, такие вещи очень нужны, потому что вы же не снимаете людей в воздушном пространстве, даже тогда, когда вы снимаете фильм, в котором вообще люди только делают, что воюют, бегают туда-сюда, вам надо показать их в обычной жизни, и вот тогда нужны эти исследования про бытовуху, о том, как люди жили, и как это все строилось, вплоть до мелочей, когда костюм делаете, нужно понять, как завязывалось, как было принято и так далее, и тому подобное. То есть это же вопрос не конкретно даже бытовой жизни, типа из какой там ложки и посуды ели свою похлебку там в таком-то веке. Это же в целом вопрос окружения всего, потому что исторические фильмы, ну, ты и сам говорил, тем интересны, что они там вот показывают, ну, там, допустим, даже королей, которые там постоянно дерутся, свергают друг друг какие-то интриги, но это же вот, да, Лиз Брайн сказал, происходит в каком-то пространстве, и в зависимости от того, как вот это все будет показано, как будут показаны костюмы, как будет показано там окружение дворца, как будут показаны, как ведут себя люди, это все и складывает вот эту атмосферу исторического фильма, которая людей часто и привлекает. То есть даже если мы говорим о каких-то очень там масштабных событиях, все равно это упирается именно, ну, все равно, так и иначе, вам нужно актеров одеть, вам нужно построить какие-то декорации, и вот из этого и будет строить то, насколько люди поверят или не поверят в фильм. Такой мощный был сейчас поток, все прям загрузились. Ну что, бахнем чайку. Хорошо, а вот мне интересно вот что. Я человек с профдеформацией, вот когда читаешь под любым, у меня есть любимое развлечение, я об этом много раз говорила, заходить на кинопоиск и читать рецензии людей. И очень часто я заметила, что какой-то исторический фильм берешь, что и пишут, это было не так, там не так пришита пуговица, это не так. То есть вообще есть, конечно, страшные люди, не то, что страшные, а меня поражает их способность глубоко вникать деталей, изучать, это реконструкторы. Люди, которые там типа бои, и целые бои происходят, во-первых, реконструкторские, а во-вторых, за каноничность, неканоничность каких-то деталей, и они проводят какую-то невероятную исследовательскую работу. Но в целом, вот похожие бои люди устраивают в комментариях под фильмы. Есть, например, какой-нибудь хороший фильм, типа, знаете, вот там стоит вот так шифонерка, так не стояло. На 10 лет позже были придуманы такие шифонерки. Да. Или давайте сейчас, ну давайте сейчас я эту тему назову, сейчас она, конечно, взорвётся. А почему это не белый актёр играет персонажа, который был белым? И здесь у меня есть два тейка, о которых я всегда говорю. Ну, во-первых, ой, во-первых, весь 20 век был whitewash, как называемое, отбеливание на русский можно перевести, когда кучу персонажей, которые исторически просто физически не могли выглядеть, как сейчас среднестатистическое наше представление о европейце. Например, друзья, ну давайте честно посмотрим правдить его глаза, Иисус Христос был, ну, жителем иудеи, и он выглядел как такой, как другие иудеи на картинах. То есть у него была тёмная кожа, ну типа смуглая кожа. Семитская всё-таки. Да, семитской внешности с тёмными волосами. Он не выглядел вот так, как мы сейчас везде изображаем Иисус, вот этого бледнокожего человека с каштанными волосами. Ну и Иисус Христос это просто, наверное, самая известная такая личность, но таких было очень, да. Кстати, изображений Иисуса Христа будет много. Вот вы видели когда-нибудь коптские, фиоптские изображения Христа? Там, поверьте, очень интересно. Я вам рекомендую посмотреть на эти иконы. вот эти вот корейские, вообще азиатские, очень трогательные. Да, это тоже. Я знаю, в период боксёрского восстания в Китае был чел, который создал секту, где утверждал, что он брат Иисуса Христа, и вот это вот совершенно немножко другое нехристиано-центричное азиатское сознание такое вообще норм. Да, это я сейчас очень быстро пересказал, на самом деле понятное дело, что тут можно многое говорить о культурологическом восприятии, но в целом сейчас о том, как меняется образ Бога и так далее в зависимости от окружения. Таких персонажей очень много. Вообще хочется напомнить людям, что римляне не выглядели так, как они выглядят в фильмах 20-21 века. Посмотрите просто на римские портреты, потому что в Древнем Риме был так называемый реалистический, скульптурный древнеримский портрет. И если мы с вами добавим тон кожи и цвет волос, который очевидно был другим, то это тоже так не выглядело, потому что я вот смотрю на это всё и вспоминаю все эти исторические факты о том, что светлые волосы в Древнем Риме стали популярны только когда появились германские рабыни, и там осветляли кыша чем о чем, чем только нет волосы. Это было тяжело, потому что волос был структурно ну как у жителей юга, то есть мы представляем. Даже сейчас обесцветить тёмные волосы, южные, мне кажется, очень сложно. И поэтому нам, конечно, очень нравится. И древние греки, друзья, тоже не выглядели как Брэд Питт. И древние греки выглядели как, ну как, давайте сейчас какого-нибудь актёра. Хавьер Бардем, наверное? Ну, человек южной внешности. Ну да, человек южной внешности, то есть это не светлая кожа, тёмные, скорее всего, вьющиеся какие-то такие густые волосы, не такой рост и в целом не голубые глаза. Но у нас есть вот эта европейская культура возрождения, которая подмяла из себя античность, и все такие, ну, они должны быть все светлокожими, светловолосыми, европейцами, это такое серьёзно, ну, как бы. И раз мы видим Брэда Питта в роли Ахиллеса, то, знаете, и в «Зелёном рыцаре» может сыграть исполнитель главной роли, не понимая, почему всем так горит невероятно. Потому что это в любом случае всё не имеет никакой связи с действительностью, это всё надстройка. Кстати, да, то есть, опять же, если брать особенно «Зелёного рыцаря», того же. Ну, кстати, потрясающий фильм, мне очень понравился. Офигенно. Я ждала его очень долго, и это вот один из лучших фильмов 2020 года, 2021, 2021, простите. И Дэйв Патель как раз очень хорошо сыграл. И то есть, у вас там, значит, ходят великаны, человек пришивает себе, обратно ставит на место голову, которую ему только что отрубили, из ниоткуда появляются замки, но почему-то вот всех, да, действительно, это вещи, ну, как бы, понятно, это фантастика, мы это оставим, а вот, допустим, человека... Коренные бриты так не выглядят. Да, конечно, да. И поэтому, а вот к этому у нас будет очень много вопросов. Ну, это, по-моему, дело такое очень политическое. Алан, а у тебя есть возмущение по таким моментам, когда ты видишь не белых актеров в кастинге? Смотря где... Около исторического... А где тебя раздражает? Вот, допустим, меня раздражает это в... В Ведьмаке? В Ведьмаке. А почему? А потому что я читал Ведьмака. А в Ведьмаке там цвет кожи описывается? Да. У эльфов? Ну, я вот сейчас точно не помню. Многие упирают В Ведьмаке, что это, типа, славянская фэнтези, и там на территории Восточной Европы, да, давайте так. Не было таких эльфов, и я такая, друзья, если вы хорошо знаете славянскую мифологию и европейские литературные источники, вообще-то Сапковский не на славянской литературной традиции это всё устраивал. Да, там есть условные кикиморы и что-то там, но там столько же европейского, и что, ну, я не знаю, как бы очень странно говорить о какой-то исторической привязке, а тем более уж в фэнтези. Друзья, дайте смиримся с тем фактом, что на территории Восточной Европы никогда не было эльфов. И зачем с этого? Да, но тут не то, что я против афроамериканцев и тому подобное. Просто, когда ты прочитал книгу, конечно же, это всегда будет у тебя внутри. Я представлял себе это по-другому. Только лишь поэтому. А так мне, в принципе, всё равно. Друзья, я, например, представляла на роли Геральта Матса Миккельсона. Да, да, идеальный, идеальный актёр, который подходит туда. Это вот как будто он родился для этой роли. А мне, кстати, кажется, Генри Кавилл, особенно, ну, все фанативят по играм, а вот Геральт, особенно в третьей игре, это вот прям, мне кажется, вылитый Кавилл. Поэтому мне, наоборот, понравился его. Не, ну давайте, мне кажется, я уже подкаст попить могу, потому что я досмотрела второй сезон. Я тоже досмотрела второй сезон. И мне хочется ворваться своим особо важным мнением по этому поводу. Хорошо, другой пример. Мерли, я буду всегда к нему обращаться, потому что долго сидела в этом фэндоме. Там актриса с тёмной кожей играет Геневру. И её брат, сейчас я не помню его имя, но в общем, её брат краснется рыцарем круглого стола. Я сейчас не могу вспомнить имя. Один из каноничных рыцарей. Он тоже, естественно, темнокожий. И, ребята, сколько было ненависти и гнева по тому, что не могла быть Геневрой такой. И такая пацаны и пацанессы. Там они жрут помидоры, у них там плитка кафельная в темнице. И в целом сериал больше похож на тюзовский спектакль именно по уровню историчности. И вам вот реально кажется, что это главная проблема сериала? Я считаю, что это, да, это уже докапывание. А почему про Ведьмака? А, кстати, Ведьмакё, у меня тоже вопрос. Это, друзья, темнокожий эльф, это последняя проблема сериала. Там есть столько проблем, что, мне кажется, ну, как бы, не это сгубило этот прекрасный шедевр, который мы все продолжаем смотреть, несмотря на то, что ругаемся. Ну, я, честно говоря, вообще не понимаю, вот, почему людей это настолько сильно возмущает. Ну, я не знаю, да, видимо, ну, как невидимо, это так и есть. Это просто какие-то проявления расизма, которые, в каком-то, видимо, в другом месте люди не могут показать. Я не думаю, что, может быть, что-то их сдерживает. А вот сказать про фильм или про сериал, что вот такое, там, прошу прощения, каких темнокожих актеров там не могло быть, это, видимо, им помогает как-то вылить свою вот эту вот ценофобию. Я вообще считаю, что мы недостаточно репрезентивны, потому что где ведьмаки азиаты? В конце концов, я нашла там одну девушку азиатку, она стояла третьим зайцем в пятом ряду в круге магов. Нет, это круг магов Дерганетич. Как называется ведьмаке вся? Ложи чародеев. Ложи чародеев, да. Ну, похоже. Вот эта история, я такая, недостаточной репрезентации, где азиаты? Ну, ладно. Вот люди постоянно к этому придираются, но почему-то это для них важнее, да, из-за российских причин и колониальное представление, чем куча других недостатков именно с точки зрения историчных. Меня, например, больше раздражает, когда оружие не соответствует эпохе или костюмы, ну, прям, знаете, вот так вопиющее, когда фильм пытается усредненно, когда пытается быть историчным, например, вспомним великий фильм «Союз спасения». «Союз спасения» и там... Который недавний новый? Да, да, его великий фильм «Мужчины в форме». «Мужики в форме». «Мужики в форме». Ну, они, правда, там классные «Мужики в форме». Мне кажется, это лучшее, что в фильме было. И там есть момент, я помню, я как-то попала на какой-то спор о том, что слишком выглаженная форма у этих, у офицеров. Я такая, вы вообще в курсе, как их там дрючили из-за формы, она выглядит как надо. Там есть момент, где застегивают колье на шее девушки и колье с современной застёжкой. И мне это прям очень сильно резануло по глазам. И я теперь, конечно, не буду писать, как они могли. Понятное дело, что кустимерный цех, особенно в России, всегда куча чем ограничен. Плюс режиссёр ещё может сказать, точно не будет видно, здесь можно сэкономить. А потом снимают, а давайте снимем со спины. И художник по костюмам в этот момент такой, спасибо, ну да, ну да, пошёл я. Вот, поэтому даже отсюда появляются смолнии на платьях, где они не могли быть. Ну, что очень часто художники по костюмам честно пытаются соблюсти какую-то идентичность, но их просто не предупреждают. А создать полностью историчный костюм это стоит очень-очень-очень дорого, который вот буквально со всех сторон будет хорош. И мы попадаем в обратную историю, когда в каком-нибудь условном, это кстюфэнтези, а не исторический, ну, Игру престолов, где тоже они пытаются соблюдать условную историчность костюмов, что там привязано каждый дом какой-то эпохи. Ты смотрела интервью художников костюм, и они такие, ну, вот это платье мы вышивали сто часов всем цехам, потому что считалось, что она будет скидывать перелину, то-сё, а потом, когда снимали, никто ничего не снимал, её вообще показали на заднем фоне, и мы такие, да. И, конечно, это платье произведения искусства, что-то я по всем канонам, и они... И вот просто... Я потом специально нашла эту серию, там станция действительно где-то проходит, и издалека показывают её крупняк, вот по шею, ну, и всё. И я такая... Вот, когда вы вспоминаете об обесценивании в работе, просто... Это для Властелина Колец, там, 2000, что ли, костюмов было... О, Властелин Колец, там какие-то гигантские деньги, но вот я эту историю, мне кажется, рассказала всем, все уже устали её слушать, про слонов, когда они спасают Мина Стирит, о том, что Джексон по ходе такой, сделайте мне ещё слонов, и реквизиторский цех, у которого же ещё... Они же ещё деньги считают, ну, вы понимаете, что это куча денег, они должны сводить, типа, там, куда-то ресурсное планирование, перекидывать людей и деньги и так далее, и они, короче, выжились, вначале работами сделали эти слонов, а их даже в фильме не показали, потому что Джексон решил, что не надо. Ну да, мне кажется, огромное количество таких типа ошибок, оно связано с тем, что, ну, всё-таки производство фильма это огромный труд просто невероятного количества людей, и то, что он, ну, как бы, не... не то, что не запланирован, то, что вот он не идёт чётко по графику, что-то может меняться... Ещё до съёмки. Да, что-то может меняться, что-то могут там убрать, что-то могут добавить, и это постоянно какое-то бурление огромного количества событий, и, мне кажется, поэтому... Ну, просто не всегда есть даже возможности какие-то это всё сделать. Да, ещё там локации сложно найти. Например, когда снимают 20-19 век, иногда очень сложно найти локации, из которых сохранились с того времени, ну, нормально. А дальше, когда там по 90-е снимают, потому что в кино считается историческая картина любая, которая даже 10 лет назад. То есть от 10 лет назад начинается историческое кино. Просто, ну, вот, не сохранилось. Ну, люди ищут эти локации, эти детали. Это не всегда возможно. Плюс есть проблема ещё связанная с тем, что иногда продюсерам, режиссёрам, ну, в общем-то, покласят на историчность во многом. Им нужно идею показать. И вот там, типа, вот это весь арт-департамент, и все эти консультанты, они пускают горькую слезу по этому поводу. У меня есть хороший момент, что, например, «Войне и мире», который наш, советский, снят в середине века, там совершенно роскошные костюмы, очень круто, грамотно сделана история с локациями, но при этом прически в 60-х. Ну, то есть, и ты такой, ну, типа, что поделаешь? И здесь очень важный момент, почему часто костюмы или локации или даже отношения, ну, я сейчас говорю, например, арт-департамент, но я знаю, что специально консультировалась. Сценарный так же работает, что мы не можем показать современному человеку то, как это было тогда. Есть классный пример с Клеопатрой, которая снималась в 30-х, и Клеопатр в 60-х, уже знаменитая с Элизабет Тейлор. Когда снимали первую Клеопатру, ну, громко известную в 30-х, пригласили египтологов, консультантов, всё сделали по фэншую, как говорится, чтобы оно было, а когда начали снимать, поняли, что это, ну, не смотрится это. Это, во-первых, актриса отказалась носить эти наряды, потому что они не идут, и в целом зрителю это будет казаться пипец как странно. И перешили костюмы на моду 30-х. Элизабет Тейлор в Клеопатр и, собственно, всё, что её окружает, тоже переосмыслив с учётом моды рубежа 50-х, 60-х годов. Но что-то никто не заикается, что это не исторично, потому что людям это зашло. То же самое касается отношений. Иногда придётся слишком много контекстуально объяснять, почему какой-то там жест именно так выглядит, потому что мы просто не знаем традиции, этикета, взаимоотношения меняются, и их делают более современными. Но вот это людей почему-то никак не задевают, они не задумываются. Очень хороший пример как раз про позднее Средневековье с Ренессансом. Ну, например, вот сериал «Борджик», не смотрел? Нет. Там, конечно, условно-исторические костюмы, но они очень-очень сильно так брутализированы на современный манер, потому что современная публика будет не очень хорошо воспринимать мужиков в лосинах. Ну, то есть это не лосины, по-другому называлось, которые тогда реально носили. И вообще, в принципе, мы когда думаем о Средневековье или даже позднем Средневековье, мы представляем себе брутальных мужчин вот таких в форме. Брутальных мужчин, но они могли так не выглядеть абсолютно точно. Или про древнюю Грецию, это есть сериал «Удивительные странствия Геракла», который, наверное, мы смотрели в детстве. Да. С Кевина Соробом. С Кевина Соробом. Это приквел, не приквел, это сериал, от которого спин-офф мы делили с Зеном. Вот. И там Геракл носит, ну, простите, кожаные штаны. Вообще греки не носили. Они все в юбках были. В целом до Средневековья штаны считались варварской одеждой, мужики штанов не носили. Это было неприлично. Вот. Но в нашем сознании мужики должны носить штаны, иначе это как-то неправильно. Да. Мы, кстати, вот сейчас говорим об образах, об отношениях, о том, как это все выглядело, но мы зачастую реже говорим о том, что как это звучало, о музыке. О, да. У нас была проблема, когда мы ролики делаем про античности. Мы со звуком нашим режиссером Лешей. Леха, привет. Он кидает, и говорю, Леша, что за херня? Простите. Он говорит, ну, это восстановленная римская музыка. Я говорю, это выглядит, как какой-то шаманский ритуал, очень ритмично. Ставь оперу Спартак. Вот нам нужен такой референс. Да, потому что в нашем представлении уже романтическая перестройка начала 19 века, всех этих прошлых, а так-то там и звучало, это, конечно, все тоже. Да, ужасно. И вот в этом плане мне очень сильно не нравится фильм «Великий Гэтсби». Прям очень сильно не нравится. А я очень люблю его. База Лурмана ты имеешь везде как? Да, да. За музыку. Потому что там есть Лана Делерей. Вот именно за музыку. А 50 Cent, по-моему, еще есть. Там много всего такого. Ты смотришь, и мне... Блин, внутри меня это никак не бьется. Это как будто расхождение такое. Я смотрю на картинку, а слышу там, условно, если это корова не мычит, а кукарекает вдруг. Вот в моей голове это так. Но мне кажется, кстати, ну, правда, очень классный режиссер Кихот. И вот хотел вспомнить про Марио Антуанетту в этом контексте. Потому что, когда там в 18 веке и там девушки в этих платьях, и они бегают под Нью-Ордер, где-то там конверсы на заднем плане валяются. Это же потрясающе. Слушай, ну, они не могли бегать просто. Там такие наряды были, что они могли только боком в дверь проходить. Ну, буквально. Нью-Ордер тоже не могли играть во время. Ну да, там у неё, там же специально сшились костюмы. Ну, вот такие София Коппола, это, кстати, такой большой известный тейк для художников кино в целом, Марио Антуанетта, потому что кучу денег вложили туда. Это такая художественная задумка, связанная с тем, что и великий Гетсби, и Марио Антуанетта, и, ну, в общем, суть в том, что они и не преподносились, и режиссёр это даёт понять, как реальный, даже попытка закоса под реальный исторический момент, это такой переосмыслённый современный взгляд на те события просто, ну, в условных, очень условных декорациях того времени. Предлагаю, по чайку. И здесь, думаю, можно начать с этого тейка разговора про Ридли Скотта и его историчность. Прежде чем мы начнём, давайте скажем о, во-первых, почему вообще это такой мем сейчас. Дело в том, что Ридли Скотт выпустил фильм «Последняя дуэль», и на прямом интервью, на прямом эфире с разными кинокритиками, где был Антон Долин, как бы, азьмь есмь, всея русской кинокритики, Антон Долин решил задать вопрос про историчный фильм «Последняя дуэль», который, кстати, восхитительный фильм. Вот я всем советую его посмотреть, кто не видел, просто отвал всего. И он задал им вопрос по историчности и сказал, давайте не будем никак не оценивать здесь позицию Антона Долина, просто проговорим это. И он спрашивает Ридли Скотта о том, что, ну, знаете, этот фильм гораздо более историчен, чем ваши, предыдущие исторические фильмы. А тут надо сказать, что он снял «Царство небесное» с Орландом Блумом, «Король Артур» и «Гладиатор». Такие три самых его известных исторических фильмов от 2000-х. И тут мы все знаем, это все закончилось тем, что он послал его на... Он ему сказал, вы не правы, сэр. На английском, да. Антона Долина. Потрясающий сидит. Вот. И, конечно, Долин обиделся и расстроился, но я считаю, что прожить так, чтобы тебя персонально поставил Ридли Скотт, это не так плохо. Меня поставил только недавно типа алкаш красным и белым. Ну вот. И действительно, Ридли Скотт, у него очень нравится вот эта вся историческая тема. У него вот этих три фильма. И дело в том, что он их снимает как раз-таки, в отличие от Марии Антуанетты или Великого Гетсби или других таких похожих фильмах, с таким опломом, пафсом там, ну, подстраиваясь под историческую картину. То есть есть фильмы, которые сняты нарочито, картонно и декоративно. Тут я даже не про Марию Антуанетту, а про какие-то исторические фильмы, в которых есть некоторая театральность, сохраняются условности. Режиссёр нам даёт понять, что это очень условный момент. Всё это, конечно, традиции из театра, потому что тут же и декорации, и картины, и костюмы, они идут из театра, и тут ничего плохого, как в Пепломах, например. И тут зритель понимает, что это всё было не так, потому что для того, чтобы что-то показать зрителю в театре, нужна доля условностей, и эта условность перешла в кино. И здесь у нас есть вот какая история. Ридли Скотт постоянно пытается сделать такой реалистик-историкл-фильм, то есть он делает куда это всё более суровым, делает куда это более таким реалистичным, близким современным зрителям, и зрители ему верят. У него что, получается, король Артур, что царство небесное, что гладиатор, который, мне кажется, любимый фильм русских мужчин на 2000-х. Во-первых, там... Ой, всегда забываю, как его зовут. Там Хоакин Феникс играет император. Там пофигу на Хоакина Феникса, там всегда забываю, как его зовут. Да, твой любимый актёр, да? Ай, как его зовут? Да, Алан, как твой любимый актёр? Не, он не мой любимый актёр, но... Ну, знаешь, просто мужик. Рассел Кроу. О, а ты вспомнил, ладно. Блин, какой он... Там вот ты смотришь на него, я хочу... Если я вырасту мужиком, я хочу быть таким мужиком. Мужчины в форме? Мне кажется, есть два типа людей, кому понравился присыщенный. Хоакин Феникс на троне и коленопреклонённый, брутальный Рассел Кроу. Да. Когда он возвращ... Вот эта музыка, как он в полях... Ну вот, и, понимаете, все эти фильмы, они все, на самом деле, далеки от правды. Мне кажется, более историчное это как раз «Царство небесное», которое никому не понравилось, возможно, потому что оно пыталось быть чуть-чуть более историчным, и от этого вышло занудным, что пипец. Король Артур... Ну, спасибо, что показали короля Артура как бомжа из леса, а не... Собственно, и был. А не рыцари из какого-то века, обычно же там млады, это всё какой-то век, это уже... Век 14-й, 15-й. Век 14-й, да, хотя король Артура это был действительно, типа, ну, знаете, такой партизан из леса, но... И там, кстати, нет магии, там Мерлин такой друид, Кира Найтли, правда, там в таком почти бронелифчике, ну, окей, оставим как бы это на совесть. Ну, это Кира Найтли. Это Кира Найтли, да. Тут дело с того, что можно и не можно Кира Найтли, а в том, что на женских костюмах историчность всё время делает... Даже когда я костюм, пытаются быть историчными. Вот. И в «Гладиаторе», ну, я... Меня произвёл впечатление в детстве фильм, как он 2000 года, мне было сколько там... Только в школу пошла или ещё не ходила я в неё. И вот «Гладиатор», он меня очень сильно впечатлил, и я узнала, что многие люди считают, что «Гладиатор» — это историчное кино. Это меня очень сильно смутило, потому что, ну, это, очевидно, очень такая история, связанная почти с пьесой. Ну, во-первых, там прямо даже, ну, глубоко копать не надо. Не было слова «генерал», это слово французское, век какого? 16-го, 17-го где-то примерно. Начнём с того, что у него должно быть слово быть «легат». Ну, то есть я не знаю, почему нельзя было вести слово «легат», но, думаю, по контексту людям было бы понятно. Во-вторых, военачальники такого уровня, как «Максимус», который абсолютно выдуманный персонаж, они были неприкосновенны. Там не могло бы то херни произойти сюжетно. Это такая шекспировская, на самом деле, история. Вполне себе Шекспир мог такое написать. В-третьих, ну, не мог стать императором человек, вообще никак не связанный с военным делом, как там Хоакин Феникс, потому что военная сфера и политическая сфера в Риме были неразрывны. На таком уровне люди не могли быть не связаны с армией. И, в принципе, после того, что там наделал, ну, версия, вот, император Камот, всё, что он там наворотил, его бы за это уже давно свергли другие его начальники, а Рассел и Кроу сделали бы Цезарем. Ну, то есть, там есть куча странных моментов, но в целом это как шекспировская пьеса, просто для того, чтобы рассказать о каких-то современных, современных, ну, более современных, скажешь так, и более поздних политических проблемах, переносится всё куда-то в другое время, потому что, ну, Шекспир, он так и делал, все его вот эти античные пьесы, они же были про современность, и так делал ещё Макеавелли, он же не мог писать про все эти современных аристократов, про все эти свободные города Италии, он просто писал там про вот эту вот античность, хотя на самом деле это всё вот про всем, мы знаем их справа налево, все его современники. Зато Данте Алигери написал свою божественную комедию, просто засунул в ад там всех своих этих противников, всех, кто когда-нибудь не нравился. Там, кстати, на самом деле... Я понимаю, вот это хейтерство, понимаете, хейтерство на хейтерство. Я не знаю, почему я вспомню про божественную комедию, но это на самом деле просто нереально крутая энциклопедия вообще всей политической, общественной жизни Италии и того времени, то есть, если обратить внимание в этом контексте, она станет ещё более интересной. Есть такой мем в ТикТоке очень популярный, где человек говорит fuck you and fuck you and fuck you I like you and fuck you вот это Данте на самом деле божественной комедии, а вот ты по-моему. Ну, кстати, если говорить про гладиатора, она, мне кажется, очень большого колеса людей он в целом сформировал вот такой облик того, как действительно выглядел Рим и Римская империя. И с ним есть забавная история, потому что, собственно, то, как выглядит этот фильм, сам Ридли Скотт, на него повлияла очень сильно одна картина, которая называется Полики Верса французского художника Жан-Леона Жерома. Ну, вот такая знаменитая картина, где там стоит гладиатор над поверженным воином и с трибун публика как раз показывает вот этот палец вниз большой. Который не показывали на самом деле, да? Ну, там, да, да, на самом деле не совсем так было. И вот, ну, это действительно такая очень эпичная картина, ну, как раз вот конец 19 века, это вот мода на всё такое, она как раз примерно ещё была на все вот такие эпичные полотна античности. И Ридли Скотт сказал, что я когда увидел эту картину, у меня прям щёлкнуло, я сказал, я хочу, чтобы мой фильм выглядел вот так. И тут был Рассел Кроу. Да, и примерно вот так он всё и показал, как на картине. А, кстати, что касается гладиаторов... Максимус! Да, там достаточно, во-первых, много интересного. Ну, да, во-первых, когда там показывали, будет ли, например, жить гладиатор побеждённый или нет, появление большого пальца, так или иначе, мы не знаем, если он появлялся, как он появлялся. То есть это мог быть вверх, вниз, в сторону, куда угодно. Если пальц большой появлялся, значит, это был смертный приговор, потому что как бы большой палец, он как бы такой главный среди всех остальных, и он символизирует, что я вот сейчас проявляю свою власть. Я здесь власть, говорим вашим властью. Да, поэтому, когда хотели пощадить, показывали просто кулак. При этом гладиаторские бои, ну, как бы, вот особенно в эпоху уже такой развитой империи, гладиаторы, ну, это действительно такие в каком-то смысле звёзды, какие-то спортивные звёзды. Да, то есть, ну, понятное дело, что это всё ещё невероятное вообще жестокое мероприятие, в котором действительно погибали люди в больших количествах относительно, но всё равно, ну, как бы, так как это, грубо говоря, спортивное такое развлечение, все прекрасно понимали, что лучше пусть там гладиатор ещё какое-то количество времени поразвлекает народ, чем мы сейчас его там заколем на потеху толпе, а потом, что нам нового как бы там обучать. Это называется ресурсное планирование. Да-да-да, именно так. То есть, вот, например, если брать прямо известных гладиаторов, которых там все любили, они вообще, скорее всего, их бы и не убили, если бы они там проиграли. И даже новички, их там, ну, там, в большинстве случаев всё равно не сохраняли жизнь, поэтому, ну, там, что всем направо и налево показывают пальцы вниз, всех направо и налево убивают, всё-таки это, конечно, не было, ну, всё-таки, потому что все прекрасно понимали, что люди ещё раз придут в амфитеатр, ещё раз посмотрят, всё это прекрасно монетизировалось и приносило большие выгоды. Вот мы так много тут про Древний Рим, на самом деле, разговариваем, и у нас есть какое-то сложившееся такое среднестическое представление из фильмов, но на самом деле там всё было гораздо интереснее, чем мы с вами думаем. Там вот такая была насыщенная политика, сложная жизнь, у них такие были необычные отношения, у Рима было три эпохи, мы-то привыкли, что там императоры, а там был царский Рим, республиканский Рим, императорский Рим, и вообще падение Римской империи, это тоже такая сложная тема, и вот если вы хотите разобраться в Древнем Риме, в Древнем Египте, в Средневековье, в Новом Времени, и вообще узнать, откуда это в Новое Время идёт, потому что каждый раз, когда я говорю Новое Время, я точно уверена, когда закончился зарождение, то я вам советую наш курс, один из преподавателей которых, это как раз Миша, а второй наш историк Аркадий, которого вы тоже на наших подкастах слышали. Миша, что ты скажешь о своём курсе? Да, друзья, ну смотрите, на самом деле история, она вообще намного интереснее, чем и те фильмы, сериалы, книги, там очень-очень много чего классного происходит. А ещё там много такого происходит, чего в фильмах не покажешь, на самом деле. Кстати, да, вот такая интрига. И поэтому у нас есть просто замечательный курс «Всемирная история», где мы как раз рассказываем об истории всего, об истории всех стран, всех людей. И делаем это очень интересно, не занудно. И рассказываем много всяких занимательных, в том числе и историй, фактов, чтобы вы могли тоже пощеголять перед своими друзьями, рассказать им, где очередной исторический фильм ошибся и был неправ. Миша, а где можно посмотреть этот курс? Конечно же, в нашем потрясающем приложении Art for Introvert. Скачивайте, смотрите курсы, образовывайтесь. В любое время скачивайте наш курс, смотрите их без интернета. Очень удобное приложение. Никогда история не была не такой доступной. Наверное, на каких-то платформах можно будет перейти по ссылке и... Конечно, как всегда, ссылка в нашем описании. Я думаю, здесь логично перейти к сериалу, который, я думаю, ты очень хотела обсудить. Да, Спартак. Спартак, чемпион. Не, на самом деле, мы же за «Зенит» были. Спартак. Это... Я сейчас не буду говорить, кто режиссер. Да не, не, в смысле, это... Нет, потому что там несколько режиссеров. Это ведь сериал канала «Старс», который как раз прославился за счет своей жестокости. До этого у нас вышел сериал «Рим», который очень хорошо поднял. Мне он очень нравился тоже. И вот, ну, исходя из Рима, сняли «Спартака», и я обожала «Спартака». Я смотрела его до конца, я его смотрела. Вот, и приквел про Ганника смотрела. Я просто... Супербольшая фанатка, когда прислала мне «Спартак», я такая... Мне, знаешь, что мне сразу же вспоминается из этого сериала не то, что даже бои, а то, как вот его владелец, он ходил по городу и заходил в туалеты, и где они сидят, на туалете, и общаются там, и разговаривают там, какие-то собеседливые... А ты что, в туалете с друзьями не говоришь? Он, знаете, зашел в кабинку и продолжаешь болтать с соседней кабинкой. Кстати, реально погугли, как выглядели туалет в Риме, то есть это буквально вот так ряд скамейщик с отверстием, и все сидят и за ним... Ой, я все смеялась, потому что на кораблях так же еще, только это все в море, у тебя там все обдувает, а ты сидишь и болтаешь с другом. Примерно так все. Ну, то есть вот за вот таким правдивостью мне такие, вау, я такой, они сделали... Это же смотрится, если честно, ну, туалет. Об этом никто раньше как-то не показывал. А тут они просто сидят и разговаривают. Почему Михалков эту тему развеял в историческом кино? Простите. Ну, я имею в виду, это как-то... Ну, что-то это такое моветон, типа, об этом он лучше не будет. Давай опустим это. Вот если общаются, то пусть общаются где-то в других местах, там, в тех же банях, потому что... А, кстати, баня, это было главное место, главное тусовочное место. Римляне там почти все время проводили. Это было место для деловых встреч. Ну, как кальяное, короче. Ладно, не как кальяное, конечно. Но там, типа, и тусовались, и деловые вопросы, и политические вопросы решали. Баня, это было вот, ну, главное... Римляне очень любили бани. Да, да. Как балабана в своих фильмах. Еще мне еще понравилось, я на тот момент не особо смотрел сериалы, но для меня это было как один из первых сериалов, где я увидел обнаженку. И не то, что, типа, о, обнаженка, как будто я в интернете не смогу это найти. Я такой, вау, в сериале обнаженка, наверное, так было. То есть я тогда тоже думаю, о, блин, наверное, так действительно они ходили там и спокойно к обнаженке относились, потому что я помню, как тот же его владелец, ну, Спартака. А ты, кстати, узнал владельца, кто играет его? Я не помню. Это же дядя из «Мумии». Да, точно. Да, да, я вообще, я когда смотрела, у меня, ну, просто я очень люблю фильмы «Мумия», «Мумия 2», и у меня всегда, он, блин, классный актер, на самом деле он куча еще где снимался, но в целом вот такой, и там еще Зена играет, кстати. Да, 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 точно. Да, Люсья Лоула с роскошной совершенно. И помнишь, когда они со своей женой, ну, сейчас постельная сцена у них будет, и... А вам такую паузу в постельную сцена? Ну, будут заниматься любовью. Это самое, это самое. Ну, это самое. И там их прислуга участвует в этом. Они их раздевают, как-то что-то кому-то, что-то вставляют, грубо говоря, и тому подобное. Так раба-то вещь. И я такой, ни хрена себе, это показали? Так? То есть я до этого не видел. Вот за это я и выбрал Спартак в нашем обсуждении. Ну, кстати, например, к обнаженке ременья, ну, они относились к этому очень серьёзно, и считалось, что показывать свое, обнажать свое тело, гражданин, ну, вообще, в целом нормальный человек в Риме, это ему непозволительно. Ну, там и рабы только в сериале обнажаются. Да, ну, и то есть как раз вот кому допускалось показывать свое голое тело, это как раз гладиаторам, рабам и внезапно актёрам. То есть как бы вот этот, эти люди были такого очень низкого социального статуса, и поэтому они могли. То есть для них это как бы было нормально. Кстати, ну, то есть, например, вот актёров, их как бы в каком-то смысле не любили, потому что считалось, что вот он притворяется другим человеком, поэтому как вообще можно такому верить? Мне кажется, вообще до 20 века, до появления кино, когда появилась близкая дистанция из-за крупных планов, актёры вообще считались людьми низкой социальной ответственности во всех смыслах. И поэтому как раз вот людям как раз с низким социальным статусом позволялось обнаживать свои тела, а вот всем остальным это было... Ну, там же вообще у них с одеждой было очень серьёзно. Если, ну, римский гражданин мог вернуться домой, даже несмотря на пазл, даже в Сенат, если у него сбились складки на тоге, потому что это как твоё лицо, и нужно было вернуться и перезавернуться. А там гигантское полотнище ткани. Я смотрела реконструкцию, как вот на самом деле заворачивались. Знаете, что вот как... Вот и когда я жалуюсь, что мне надо долго по утрам собираться, это вообще... Это, ну, равносильно тому, как в 19 веке заворачивались корсеты, потому что я помню, я посмотрела какой-то фильм, по-моему, какую-то Анну Каренину. И там вот, из Бом Джо Райта, там, где как раз у них они всё скинули, началась любовь, я такая, как реально выглядела постельная сцена в 19 веке? Это сначала нужно снять верхнее платье, потом юбки, потом корсет. Мужику надо снять корсет, тоже у него там 300 слоёв. Их слуги все разворачиваются. Ну, типа, если это ещё тайна, то есть там как бы слуги разворачиваются друг к другу. Такое считалось, что великолепный любовник это тот, который сможет зашнуровать вам корсет правильно. Дамы, девочки, как говорится, мотайте на ус. И даже были, что мужья, они могли какой-то специальный узел на корсете у жены утром, типа, заворачивать для того, чтобы знать, типа, вечером, типа, снимался корсет или нет без уведома. Так что там, на самом деле, всё не было, вот как, знаете, в романах а-ля Бриджертоны, где вот кринолинчик полетел в сторону, это вот история, когда вы как рыцари в доспехе из доспехов. Ох, изменять придётся. Да, да. И я хочу сказать, у людей было реально, вот когда читаю про эти измены, как же людям хотелось, типа, честное слово. Ты иногда думаешь, блин, типа, знаете, вот эта история, сейчас шутки есть, типа, внезапная страсть зимой не работает, потому что у тебя колготки с начёсом под штанами, а тут вот ситуация гораздо сложнее. Ну вот, и римские граждане, они очень серьёзно досились, я когда смотрела «Гладиатора», мне очень понравилось тоже, что там показывают, например, сменные парики у женщин, которые были очень популярны. И в целом, ну, я не такой уж прям сильный специалист по римскому периоду, но там более-менее все отношения показаны верно. И при этом сериал, особенно первый сезон, который очень комиксно снят, выкрученными цветами, с экшн-сценами, стилизованными под графику, мне очень-очень он зашёл. Я переживала как за родных. Очень жалко было, когда актёр, который играет в протока, умер. И тут ничего не скажешь. Ты смотрел из «Спартака»? Ну, мне кажется, он сейчас немножко устарел, но когда выходил... Сейчас, да. Он ещё до «Игры престолов» был. Да, это было такое старс для взрослых канал сделал. Я помню, у меня смешная история с «Спартаком», когда выходил четвёртый сезон. Это было так давно, что я анонсы новых серий смотрела в группе озвучиков ВК. Ну, то есть вы понимали, насколько олдово. И я помню, там было обсуждение сериала. Пока у меня грузилось видео в другой вкладке, я решила его почитать. И там вот были люди... Внимание, выходит четвёртый сезон. Там была очень трогательная любовная линия. Прямо было два персонажа, которые там с начала второго сезона двигались до последнего. И там, кстати, у них крутая была прописанная линия, вполне себе попадающая под нормы Римской империи, потому что один из них был... Ну, бывший раб, один гладиатор, по-моему. И вот тот бывший раб, он... Она показывает твою историю с того, что он, типа, не такой, как все, что он такой необычный персонаж, потому что и хозяин, типа, скрывал отношения с ним, что, ну, во-первых, с рабами это так себе история, а, во-вторых, раб выступал активной позицией, что, в принципе, не допускалось в Рим, поэтому я посмотрела, ничего себе, прикольно. Они сделали такую прям драматическую линию. И вот я сижу, и там... И мне так много времени на самом деле уделялось. Там линия вот Спартакасову девушкой, какая-то... У них какие-то скандалы, расследования постоянно были драматические. Она занимала так много времени, что я иногда проматывала до этих боевых сцен, когда, наконец, они уже подерутся. Ну, в смысле, не Спартакас с девушкой, а в целом. Потому что, ну, ты уже устал слушать эти выяснения отношений, не ради этого смотрю про гладиаторов. И вот там люди прямо горели с того, что сколько можно пихать туда вот этих вот геев, тыры-пыры. И им пишут... Ну, вообще-то это исторически нормально для этого периода. Они такие, нет, и вообще, Паспартак настоящий мужик был, типа вот тут... Ну, во-первых, там не Спартак был в отношениях с мужчиной, а во-вторых, мне хотелось написать, типа, чуваки, уже четвертый сезон идет. Это даже не второй сезон, когда они только появились. Уже три сезона эта линия. Вы все давитесь и смотрят. Ну, промотайте вы. Там понятно, когда можно промотать. Что же вы себя насилуете и продолжаете смотреть про геев сериал? И потом вышла от этих же создателей сериал «Черный паруса» про пиратов. И я тоже его какое-то время смотрела даже. Он тоже такой, ну, жесткий, реалистичный. Там тоже вот эта история про туалеты на ветру и все остальное. Что мы идем дальше? Давайте дальше. Я последний свой тейк расскажу и уже откланяюсь. Есть такой фильм, который во многом определил мою личность. Ну, нет-нет. Но в целом мои интересы поверну, когда я там в какой-то средней школе училась, фильм «Александр». Сашка. Сашка. Да, тот самый фильм с Колином Фарреллом, крашеным в белый цвет и Джаредом. Обожаю. И Джаредом летом с подведенными глазами. Анджелина Джоли совершенно роскошная. что это тоже фильм с Брэдом Питом. Типа он с парков троев, а потом в Александре. И оба крашеные. Ну, я не знаю, мне очень понравилось. Я после этого увлеклась историей Александра. У меня на штатуировке есть две с риверсом и аверсом. Первые монеты Александра. Я прям, типа, очень сильно задротила всю эту тему. У меня есть прописанный маршрут, как я поеду когда-нибудь в этой жизни по местам, где откапывали важные исторические, ну, типа, разные исторические вещи, связанные с Александром. Я, типа, большой-большой фанат. Вот. И я, конечно, его пересматриваю раз в несколько лет, и это так плохо. Это так не связано с реальностью вообще. Ну, так красиво, друзья. Вот, когда... Ну, там единственное, что есть, знаете, что реально круто показано, это строение македонской черепаха, которая потом перейдет в Древний Рим. Она там очень клево показана и с македонскими такими длинными копьями, которые на плечи солдатам клали. Ну, в целом, там все очень плохо. Персы там очень плохо. Менилай... Ой, ку-менилай, это изгляды. Филипп и мать, которая Анжелина Джоли. Это все, конечно, очень спорно. Но людей, конечно, тоже опять-то возбутила история, связанная с Гефестионом. Хотя это была Древняя Греция. И Гефстион, на самом деле, был не такой бесполезный, как Джаред Летом в этом фильме. Он, конечно, ужасный Дос Маке Айс. Но Свалан Гефстион был, на самом деле, топовый военачальник. Он был очень крутой из всего этого ближайшего круга Александра. И там еще не было Таиса Финской, про которую, кстати, есть очень крутая научная, ну, не научная, но такая художественная книжка Ефремова, русскоязычная, которая была Гетерой и спутницей Александра. Она с ними вот тусовалась во всех этих походах. Оливер Стоун как-то не на то сделал ставку, он сделал ставку на роскошного, конечно, Кольена Фаррла, страдающегося, мучающегося. Но я же надеюсь, что будет какая-то новая экранизация, потому что очень красиво. И тут, кстати, интересно, что те же мужики, которые любят «Гладиатора», тоже смотрят Александра и вот, знаете, страдают, но продолжают смотреть. Я обожаю Александра. Я вообще никак не страдал. Мне очень нравился. У меня очень, типа, детская к нему любовь. Я понимаю, что он не идеальный фильм, но такая красивая история про... И там же ещё появляется вся эта древнегреческая академия. Ну, классно, классно. Для нулевых нормально. Лучше, чем «Царство небесное». Блин, ну, не знаю даже. Мне и то, и то нравится. Серьёзно, нравится «Царство небесное»? Да, мне нравится. Ну, пипец, какой унылый. Я смотрела все фильмы с Орлана Блумом до 2015 года. И это я тоже посмотрела, но было очень тяжело. Я прям с радостью смотрел. Я даже несколько раз пересматривал. Ну что, бахнем чайку. Знаете, я бы хотел обсудить ещё одного Александра, а именно Александра Невского. Вот так вот. Яжная подводочка. Вот здесь точно Санька, Санча с... Потому что, вот мне кажется, это такой... Ну, кстати, и другой фильм из Эйнштейна «Октябрь», потому что это, мне кажется, очень какая-то уникальная история. Иван Грозный. Ну, Иван Грозный в меньшей степени, просто потому что, я имею в виду, это какая-то абсолютно уникальная история, когда события с кинофильма, они просто вот так сошли в ущебнике истории, и так-то мы остались, всё, как было показано именно в фильме. Я в курсе, что Орден Александра Невского, там даже портрет актёра, который играл Александра Невского в фильме «Изенштейна», тот, который сейчас официально выдают, это там портрет актёра, который играл Александра Невского в фильме Александра Невского «Изенштейна». Потому что, ну, понятное дело, что, ну, во-первых, там, да, это очень и политический фильм, и там очень много особенностей, связанных и с внешней, и с внутренней политикой. И на самом деле, если говорить про историческую достоверность, там же Эйзенштейн тоже очень много работал над этим. И там очень много достаточно вещей, которые изображены во многом верно. Мы отлетли Мишу, мы тут с Аланом играемся с моей цепочкой страст. Типа я ее мучила, а теперь Алан ее... Алан, повесь на бороду, красиво будет. Ну, как бы, да. Да, вы этого не увидите, но Алан очень идет цепочкой страст. На видео подкаст надо будет? Да, на видео подкаст принеси. Но вот если говорить непосредственно о самом главном событии, о котором посвящен фильм, это о ледовом побоище, оно же... Ну, это абсолютно... Ну, во-первых, да, как бы то, как это показано, неправда. Но меня больше всего удивляет именно то, что это в массовом сознании настолько закрепилось, что вот и люди сейчас... Потому что самое доступное искусство и важнейшее для нас, как говорил Владимир Ильич Ленин, это кино. Да, это, конечно. Но оно и вот как бы вот это и продолжает история в учебниках истории школьных оставаться. Потому что, ну, во-первых... А ты уверен, что оно прямо в учебниках? Ну, как бы да, потому что, ну, сама битва и то... Ну, как бы... Понимаете, что оно не стоит... Ну, как бы не так точно, как это показано в фильме, но вообще сам по себе... В фильме? Да. В этих ваших фильмах. Кинофильма. Ледовое побоище – это, на самом деле, ну, не самая значительная стычка рыцарей Ливонского Тевтонского ордена с воинами... Часто за гаражами встретились. Ну, свойством тех русских княжеств. Это, на самом деле, ну, совсем небольшое такое столкновение. О нем нет так много вообще информации в архивах этих самых орденов. Там принимало участие совсем небольшое количество людей. Скорее всего, это, ну, можно сказать, даже больше разведческая вылазка была. Подожди, а если их было мало, как же они в эту тевтонскую свинью встали? Вы же помните про свинью и школьных печатников? Да-да-да, про свинью это, вообще, конечно, навсегда отпечаталось. То есть там было не так много воинов. Это, в принципе, было не такое важное сражение, что для русских княжеств, что для самих орденов. То есть значение этого события, оно очень-очень сильно преувеличено, как раз в том числе и благодаря этому фильму. Во-вторых, то, что происходит. Непосредственно они дерутся, ну, действительно, они просто дерутся на озере, на льду. А я прошу прощения, это XIII век, апрель. XIII век — это так называемый средневековый климатический оптимум. Это время, когда в Шотландии рос виноград, в Шотландии делали вино. Ну, то есть, я думаю, вы сейчас понимаете, что, ну, как бы вырасти вино в тех северных Англии. Мы не были в Шотландии, мы не знаем. Ну, в общем, ну, где вот, смотрите, где сейчас проходит самое северное, где выращивают вино, это примерно Южная Германия, Австрия. В Беларуси виноград выращивают, я сама видела. Ну, да. А вот в те времена, там, даже в Англии могли делать вино, это, ну, задокументированные факты, о которых мы очень много рассказывали. Это достаточно такое очень благоприятное с климатической точки зрения время. Только сказать, в Новгороде виноград рос? Ну, в Новгороде не занимались, наверное, ну, как... Виноделием. Да, виноделием, да. Короче, было тепло. Да, было тепло. Скорее всего, ну, озеро к апрелю, оно уже, ну, не могло выдержать воинов, даже если бы там был какой-то лёд. Во-вторых... У меня вопрос, а у них были такие доспехи тяжёлые? Или у них уже не было? Нет, конечно. Их не было, конечно. Доспехи же тяжёлые, они появляются прям совсем в последний момент. Да-да-да, то есть, опять же... Как защита от огнестрела. Ну, да, то есть, как раз все кефтонские войны, это просто какие-то закованные в какие-то невероятные огромные латы солдаты, которые, я не знаю, как будто... Вёдра там. Как будто Вархаммера просто пришли в этих своих огромных шлемах, в этих огромных наплечниках, в этих латах. Но, опять же, это середина XIII века до латного доспеха, ну, там, ещё лет 200 примерно, до вот такого полного, который мы представляем, когда думаем о рыцаре, кстати. Опять же, это изобретение намного позже времени. Но, вот, опять же, ну, примерно вот как раз все себе так до сих пор и представляют, что вот сошлось огромное русское войско с огромным войском Тевтонского ордена, все там были в латах, и утонули они в этом озере. Но, понимаешь, что... И мне кажется, ну, вот если сейчас перечитываю учебники истории, примерно так, понимаешь, что не с таким преувеличением, но это примерно так всё и описано. Но, на самом деле, это было совершенно и незначимое, с исторической точки зрения, событие, которое тоже очень сильно пытается преувеличить. И мне кажется, огромная роль вот как раз фильма в этом. Я человек, который немножко-немножко знаком с творчеством Эйзенштейна. Хочу сказать, почему так происходило. На самом деле, исторические фейки были и в «Броненосе Потёмкин», и там весь «Броненосе Потёмкин» — это склеенный из фейков исторических, и в «Октябре» тоже вот фейки. Кстати, да, вот про «Октябрь», вот именно вот эта сцена штурма Зимнего дворца, как раз, которая, опять же, все примерно представляют, что вот примерно вот «Аврора» выстрелила, и огромное количество людей пошло на штурм Зимнего. На самом деле там было не так много солдат, которые его брали, и в Зимнем дворце почти там небольшая группа юнкеров, которые оказывали сопротивление. Мы сейчас, сколько помню, был женский батальон. Да-да-да, женский батальон, конечно, да. То есть это совершенно не было так эпично, как это показано в фильме. Потёмкин, там вообще совершенно другая история была. То есть это была история восстания, но в целом не доказательных исторических связок с тем, что Борыч был с червями, персонажи были немного другие, и то есть у них была неудобная партийность для Советского Союза, ну и так далее и тому подобное. То есть там и вот этой расстрела на Потёмкинской лестнице знаменитой тоже не было, потому что если вы... Ну, то есть им не было большой жизни разочарования, я так и не была в Одессе, очень хочу съесть. Когда я видела фотки этой лестницы, ну, типа, Эйзенштейн, типа, растянул на 9 минут то, что даже я с своим дряхлым телом могу за 3 минуты пробежать. Вот. И история такая, что Эйзенштейн сознательно это делал. Я читала в дневнике воспитанника, он работал над фильмами. Он сначала сделал совершенно невероятную историческую работу, прям исследовательскую проводил, а потом, стараясь опираться на общие темы, создавал свой собственный вариант, который будет эффектно смотреться на экранах и будет отвечать запросам, ну, как вышестоящих, скажем так. Тут стоит понять, почему вообще появился Александр Невский. Дело в том, что в 20-е годы появилась необходимость переписать историю под марксистско-ленинскую идеологию. К 30-м годам уже установился какой-то канон, и необходимо, на самом деле, в дореволюционных учебниках несколько другие события подсвечивались, как ты говорил, как важнейшие. Но нужно было вытащить удобных персонажей, которые стали бы коммунистами, если бы коммунизм в их эпоху существовал. И вот Александра Невского так вытащили. Хотя Александр Невский, это ещё крыса, на самом деле, которая каталась в сарайках, ну, все тогда в сарай катались, это столица Орды. И, на самом деле, там, чтобы вы понимали, там показывают такое единение в фильме Невского с народом. На самом деле... И вообще-то вытурили из Новгорода вечи, потому что он, ну, такой, хотел тоталитарной власти. А они такие, в Новгороде такие, нет, у нас тут демократия, ну, насколько могла существовать она в то время. Вот. И в 30-е годы понадобилось создать уже не только на уровне учебников и программ учебных, но и на уровне какого-то масс-культурного представления вот этих новых героев, потому что растёт целое новое поколение, на которых можно ориентироваться. И было заказано миллион боёбиков. Ну, в смысле, это я сейчас, конечно, преувеличила. Но снималось очень-очень много боёбиков про удобных для советской власти исторических персонажей, из которых можно выстроить борьбу постоянную, гнетённого сначала крестьянства, а потом пролетариата. И тогда снимали просто 100-500 миллионов ужаснейших боёбиков. Я смотрела Салават Юлаев, это просто невозможно смотреть. Вот, честно, в конце хотелось убить себя. Настолько плохо снят этот фильм. Александр Невский тут неожиданно выскочил, а потом его кэнсульнули, то есть его убрали на полку, потому что мы подписали пакт Молту Риббентропа, а когда началась война, его вновь вытащили и стали крутить по всем фронтам. Потому что мы там с немцами сражаемся. И Эйзенштейн на самом деле придумал вот эту историю. Подумайте, какой талантливый человек. Он придумал то, что так эффектно выглядело, что все это запомнили и решили использовать. Потому что вот это падение под лёд Тевтонцев, он снимал в таком пруду, ну, знаете, по колено, во дворе Мосфильма, например. Ну да, то есть я хотел добавить, что, разумеется, я ни в коем случае не хочу сказать, что вот Эйзенштейн снял неисторичный фильм. То есть я абсолютно понимаю, почему. Смущает, что люди верят этому. Да-да, то есть даже не то, что сами люди верят, а вот именно то, что вот эта история, она настолько даже пропагандируется. То есть меня именно вот этот социальный аспект этого смущает, такой социально-политический. То есть то, что происходит в фильме, я не знаю, пусть он даже там условно, какие-нибудь там инопланетяне прилетают, прошибают лёд Чудского озера, и поэтому туда падают тевтонские рыцари. Меня бы это не смутило. Я имею в виду именно вот история вокруг этого, которая возникла для меня, это такая настоящая даже на самом деле загадка какая-то. Это просто очень красивый, удобный образ появился, который хорошо транслировать. Такое не только в России происходит, естественно. Ну и само собой. Да, в Америке тоже есть свои исторические форексы, в которых все верят и в Европе, и везде. Но в целом просто людям историю тяжело изучать, потому что она сухая. Она бывает скучноватая. Скучная, да. А когда ты смотришь фильмы, тебе показывают с эмоционально окрашенной стороны, ещё ярко, динамично, там в красивых костюмах. Тебя показывают... Ну, чаще всего режиссёры пытаются сделать понятным как раз-таки для зрителя события той эпохи, ну, мотивацию человека, который это делает. И поэтому люди такому верят и начинают воспринимать это как правду. Ну, вообще, да. Ну, и на самом деле, опять же, кстати, то есть и люди средневековья, люди там отличности, они очень невероятно сильно отличаются от нас по своему сознанию, потому как они думают о мире, потому как они его воспринимают. И, наверное, если бы нам попробовали вот просто напрямик показать действительно, как там человек средневековья себя вёл и думал, у нас бы возникло очень много вопросов и было бы намного сложнее какую-то проявить эмпатию к персонажу, ну, как в целом себя с ним соотнести. И поэтому это, ну, да, даже вот на таких уровнях часто осовременивается и не вижу, ну, не вижу ничего совершенно плохого, конечно. То есть, например, когда читаешь «Интигону», ты вообще не понимаешь, в чём сыр Бора. Ну, то есть, а там у людей реальные проблемы, реальные страсти, и они реально искренне думают, что так нужно поступать. И поэтому тут такая история сложная, наверное. Каким вопросом решаются вот эти постоянные претензии людей к историческим фильмам, с одной стороны, а с другой стороны какая-то слепая вера историческому кино? Как вы думаете, как можно было этого избежать? Мне кажется, никак. Ну, просто это вот такое какое-то вот висит над всеми историческим фильмам, потому что, ну, кто-то там... Ну, потому что, опять же, очень сложно сделать фильм, ну, чтобы он... Если сделать фильм прям очень историчным, его никто не будет смотреть, к сожалению, по всяким разным причинам. Поэтому это вот, мне кажется, если кто-то будет пытаться снимать исторический фильм в каком-то таком сеттинге, это всё равно так или иначе, он пристаркнётся с этой проблемой. Мне кажется, это вообще нельзя никак избежать. Мне кажется, люди там... Потому что, ну, опять же, у людей сейчас намного доступна информация, и они вот хотят показать в ресензии на поиск свою какую-то экспертизу о том, что они знают, что на самом деле не такими мечами сражались в 13 веке. Поэтому они будут это делать. И, опять же, люди, у которых не так много времени, чтобы этот вопрос там изучить, они будут воспринимать информацию из исторических фильмов просто как наиболее для них доступную и непонятную, и поэтому это от этого тоже никуда не деться, мне кажется. Улезая в последний вагон, потому что, наверное, нужно это заканчивать, я вспомнила, что мне очень понравилось с исторической точки зрения, хотя там куча... Ну, и вообще, в принципе, как фильм. Мне понравился, потому что я хочу вот всем его посоветовать. Посмотрите, потому что условно это более-менее реалистичная история. Фильм «Онгол» про Чингисхана. Там, конечно, куча есть таких очпяток истерических, но в целом история была передана верно, и я, по-моему, посмотрела, у меня было суперскептическое отношение, что русский режиссёр снимает про Чингисхана, а оказалось вообще отлично, хотя там есть свои проблемы. Но в целом про жизнь Чингисхана мы, конечно, много знаем, но не настолько прям много, чтобы 100% что-то утверждать. Вот, и я очень удивилась, что это было моё удивление обратно, потому что я всегда жду того, что сейчас будет такое. Я расстроюсь. А оказалось, что, кстати, норм снят, и даже более-менее верно. На мой взгляд, надо просто сделать какие-то две фразы. Не то, что сейчас зачастую пишут, типа, основано на реальных событиях. Основано на реальных событиях, именно основано, и мы зачастую забываем об этом, что это не так было, а то, что, возможно, взяли вообще 2% из исторического факта, и вокруг всего фильма остальные 98% додумали. Но основано же на реальных событиях. Основано на реальных событиях. И здесь нужно как-то, на мой взгляд, сделать какие-то, я не знаю, другую фразу, когда ты делаешь менее, условно, там, 50%. Кто-то определять будет, какая комиссия, Иван? Вот, да, да. Но это чисто, это даже не то, что комиссия не комиссия, не чтобы ужесточить, не как-то ввести это в рамки, а просто, чтобы людям было понятнее, чтобы они не воспринимали, когда идут на исторические фильмы, там, которые, говорится, основано на реальных событиях, ты думаешь, блин, наверное, там вот прям вот так. Никогда нам не врали фразы с плаката. Да, это же прям реально очень кликбейтная история, потому что, мне кажется, людей это очень заинтересовывает. А если написать, типа, основано на реальных событиях, но изменено очень и очень сильно, все-таки, типа, чего? Я не знаю, мне всегда, поэтому больше всего нравится жанр исторической фэнтези, потому что тут вроде есть вот эта вся шелуха, которую я очень люблю, ну, то есть, в самом деле, историческая, но при этом, типа, можно спокойно, типа, спокойно воспринимать то, что там перекрутили. Потому что, мне кажется, большинство фильмов, которые мы с вами обсудили, несмотря на отсутствие магии, это историческая фэнтези или исторические фанфики. Ну, вот «Гладиатор» — это чистый исторический фанфик мужика средних лет, о том, кем бы он был в Древнем Риме. «Мужиком». «Мужиком». «С Гладиусом». «Александр» — это мой исторический фанфик, который я бы сняла, если бы могла. Ничего почти не поменяла. Ну, сделала бы это. Мой любимый исторический фильм — это «Мария Антуанетта», просто потому что он вообще ни капли не исторический, и он потрясающий. Он просто... Я очень люблю его. «Алан Генерал Максимус» в своем фанфике. Я, видимо, Александра, ты, Мария Антуанетта. «Королева». И шапу сидят пирожные. Я помню маленький отзрывок, когда подходит ребенок в гладиаторе, подходит к Максимусу, который заточен, и говорит, «Это ты тот самый Максимус?» Типа, да. «А правда, что ты можешь своей рукой раздавить голову?» Он говорит, «Ну, взрослому человеку не смогу, но ребенку вполне возможно». И ты думаешь... Я так вижу восьмилетнего Алана, который поворачивается к маме или к брату с таким лицом. Типа, класс! Я помню, в Александре мне поразило два момента красиво снятых. Первое, это, конечно, вот эта черепаха македонская, когда воины идут, и там вот эти потрясающие битвы. Ну, да, теперь, конечно, не очень так снято, но тогда мне понравилось, тогда меня впечатлило. И, конечно, когда они уезжают, завоевав царство персов, и вот это триумфальное шествие победителей, роскошная история, красиво. Люблю красивые битвы и красивые победы в кино. Такое приятно. А тебе 300 спартанцев понравилось. Ой, не так себе нравится 300 спартанцев, на самом деле. Я был в восторге. Я люблю фильмы там, где показывают не бой, больше один на один, где большие армии сходятся, вот что-то такое. Как в Александре Невском «Волосилин колец» и другом историческом фэнтези. Ну что ж, друзья, мы поделились своими любимыми историческими фильмами. Я приду домой, наверное, вспомню было и посмотрю «Спартаках». Хотя... Или «Борджа». Очень люблю еще «Борджа». Тоже классный сериал. Красиво сделал. Политические интриги. Вот что еще мы забыли уговорить. Я возьму «Бордж». «Бордж»? С червями? Это отсылка к броненосу Потемкину? Нет, я просто... А, «Борджа» и «Бордж». А-а-а-а. Так, друзья, я просто хлопаю. Знаете, мы с Аланом вместе в одном офисе работаем, я все время, когда он шутит, какой-то вот такой шут, которая пробила космос, я делаю вот так. Типа, Алан, это супер. Вот сейчас я так же делаю. Спасибо большое, что были с нами. Пишите, какие у вас есть исторические фильмы. Была ли тут история, когда вы поверили какому-то историческому фейку? Вот. И как вы относитесь к фильму «Гладиатор»? А если вы хотите разбираться в истории, знать, чтобы вот так тоже с умным видом друзьям рассказывать, что не так с фильмом «Гладиатор» или «Что не так с фильмом последняя дуэль», то, Миша? Да, друзья, у нас есть просто невероятный, потрясающий, огромный курс по всемирной истории, где мы с моим коллегой Аркадием, которого вы тоже знаете по подкастам, которым мы рассказываем про всю историю человечества. Очень интересно, очень занудно, очень весело. И рассказываем в том числе очень много и каких-то интересных деталей, очень интересных моментов, которые вы сможете изучить и потом рассказывать всем, почему фильм «Гладиатор» на самом деле не такой неправда. Если вы любили читать энциклопедии про египтян из средних века, а потом школа отбила у вас охота, то этот курс отличный вариант, потому что я, например, считаю, что история это суперинтересная наука, если вообще это классно, если тебе умеют это преподать. Милопезлов, у меня в школе были прекрасные преподаватели, и Миша, вот Саркаша, у нас не хуже преподавателей. То есть про историю всего человечества, от человечества на Земле или на других планетах. На этом, я думаю, пора заканчивать. Спасибо, что были с нами. Пожалуйста, пишите ваши отзывы. Так, о нашем подкасте узнает как можно больше людей и лучшая благодарность этой комментарии и пять звездочек на Apple подкастах и лайки в Яндексе. Всем пока! Пока-пока! Всем пока!